Когда три года назад Майдан победил, в обществе воцарилась эйфория. Мы поверили в то, что можно выиграть войну и провести реформы так же быстро, как мы прогнали узурпатора. И главный итог уходящего 2016-го – это избавление от розовых очков. За этот год мы лишились иллюзии, что все реформы за нас сделают иностранцы. Украина надеялась на них, как на сказочную щуку, которая будет выполнять наши желания, пока мы лежим на печи. Но оказалось, что никто не может сделать за украинцев их домашнюю работу. Вдобавок ушла в небытие иллюзия о том, что Запад может выиграть за нас войну с Россией. Оказалось, что западный избиратель куда больше думает о своем будущем, нежели об украинском. И что бессмысленно ждать от него больших жертв, нежели те, на которые мы готовы идти сами. Мы начали понимать, что война за независимость не ведется чужими руками. И вера в доброго волшебника помогает лишь в сказках, но не в жизни. А еще Украина понемногу привыкает к мысли о том, что слабых бьют. И если ты хочешь, чтобы к твоему мнению прислушивались, нужно быть сильным. И если мы не хотим, чтобы войну на Донбассе закончили за наш счет, нужно уметь не только соглашаться с европейскими столицами, но и уметь им возражать. У нас есть враги и есть союзники. Но интересы у каждого свои, а потому нужно уметь отстаивать свою собственную точку зрения. К тому же мы понемногу привыкаем, что не всякий, кто ругает Кремль, автоматически становится нашим союзником. Практика доказала. Многие украинские политики и активисты могут ругать Москву, но при этом остаются токсичными для своей страны. Как минимум в силу собственной ограниченности и жадности. Враг моего врага далеко не всегда друг. Украина вот уже третий год приучает себя к этой простой формуле. А еще мы все привыкаем к тому, что немалая часть населения Украины сосредоточена на ценностях холодильника. Что они озабочены вопросами быта куда больше, чем вопросами обороны или реформ. Эти люди не выходят на Майданы, но именно они ходят на избирательные участки. А потому их голоса складывают к себе в копилку популисты и реваншисты. Если гражданское общество напоминает локомотив, то инертные массы напоминают вагоны. Они не определяют маршрут, но способны создавать инерцию, замедляющую реформы. Мы понемногу снимаем с себя розовые очки. Никто не решит за нас наших проблем. Жизнь не похожа на кино с хэппи-эндом, она скорее напоминает сериал. Нужно учиться жить, рассчитывая только на самих себя. Именно это отличает успешные страны от тех, которые в итоге исчезают с политической карты мира. Субтитры создавал DimaTorzok